Всем привет! Всем доброе-доброе утречко! Мы с Кирой вчера так заглупили, что я не знаю, как сегодня будет в школе. Собирались в школу, сделали все уроки, всё сделали. Причём я даже вчера по вайберу некоторым родителям писала, как нужно правильно сделать. И что вы думаете? Она сегодня идёт в школу и взяла не ту папку. У нас вот таких вот две папки, и тут домашнее задание у неё лежит в этой папке. Она взяла не ту. Представляете, как обидно? Это просто, ну, я даже не знаю, что и сделать. Настолько обидно, так как мы всё сделали, всё она тут правильно написала, и взять и забыть дома. Пойду сегодня за ней в школу, отдам ей ту папку, пусть занесёт учительница. Я надеюсь, что учительница не поставит плохую отметку и возьмёт этот листочек у неё, чтобы проверить. Потому что у нас учительница, как вы знаете, не очень нормальная. Но, в общем, беда бедой. Я очень сильно расстроена. Я надеюсь, что Кирочка не будет такая расстроенная, как я. А ещё что-то у нас никак не ладится с этим дистанционным обучением. Мы закончили обучение за прошлую неделю, и у нас в понедельник должно было прийти уже новое задание на неделю. И сегодня уже вторник, а заданий нет. Просто нет. Я уже туда и в школу написала, и жду ответа, и пытаюсь в скайп добавиться. Меня не добавляют. Понятия, короче, не имею, что происходит. Школа-то находится не в городе Киеве. Школа находится в Харькове. Поэтому только по скайпу и по электронной почте можно общаться. Ну и что-то вообще никак. Нет новых заданий. Никаких. Я уже начинаю переживать. Деньги-то мы заплатили, а уроков никаких не дают. Вот такие дела. Так что пока мы пока думаем, что, как и почему. Не можем понять, в чём причина и в чём проблема. Вот. Я вот это уже каждые 15 минут проверяю электронку, проверяю саму школу, проверяю наш личный кабинет. И что-то, ну никак, нету вообще ничего. Пустота. Пустота. Не знаю, что происходит. Каким образом они должны эти задания приходить. Ну, одно вот пришло. Всё, мы сдали. И ждём оценки результата учителя. И никакой оценки пока нет. В общем, ничего нет. А я, ребята, подготовила ваши посылки и иду на почту. Надеюсь, дождь не начнётся, потому что сегодня целый день просто ливень. И вот он вроде бы как закончился, поэтому я хочу быстренько сбегать, отправить ваши посылки и домой. Всё, ребят, я отправила ваши посылки. Надеюсь, вы их встретите и всё будет хорошо. Мне придёт смс-ка на мой телефон, когда посылки придут к вам. Я вам обязательно скажу, когда это будет, потому что вашего телефона у меня, к сожалению, не было. Пришлось указать свой. Так что встречайте. А я иду домой по таким кучам бурам, катастрофа. Посмотрите, какая тут грязюка. Тут реально не пройти. Это ужас. Вот это из-за стройки. Здесь такое происходит. В общем, главное, что я всё сделала. Посылки вам отправила. Надеюсь, девчонки, они к вам придут. Ох, с вашими адресами веселуха была. Даже на почте всё равно всё было не так. Пришлось там выяснять, куда, кому и зачем. На будущее научитесь знать свой адрес правильно. Правильно. Но, чтобы в нужных ситуациях вы смогли его сказать так, как нужно. Чтобы потом не было проблем. Мишка, не мешай. Девчонки, всё, ваши посылки отправлены. Миша, не мешай. Вот ваши чеки. Так что встречайте. Как я уже сказала, смски на оплату, вернее, смски на получение придут. Посылки вам бесплатные. Прийти, забрать. И всё. Надеюсь, что когда они к вам придут, вы будете очень счастливы. Вам всё понравится. И, что самое главное, я ничего не перепутала. Повторюсь, я надеюсь, что я ничего не перепутала. Но если перепутала, девчонки, сори. Думаю, что всё равно вам понравится. И я надеюсь, что ещё мы сделаем какой-нибудь с Кирочкой розыгрыш на игры, которые у нас есть. Потому что игр очень-очень много. Их девать некуда. И, возможно, мы с Кирой сделаем какой-нибудь конкурс. И будем разыгрывать игры, которыми мы уже не играем. Если хотите какой-нибудь конкурс, пишите в комментариях. Мы с Кирочкой всё прочитаем и обязательно его сделаем. Ну что, ребята, камон, собираемся за Кирюшкой. У неё сегодня шесть уроков. Поэтому её сегодня забираю я позже. И нам нужно будет прибежать домой и ещё что-то успеть сделать из домашнего задания. Надеюсь, его будет немного. Так что я бегом собираюсь. И выбегаю за ней. Посмотрела, когда уроки заканчиваются. В два часа заканчивается шестой урок. Пойду её заберу. А, боже мой, надо не забыть взять же эту папку. Сейчас пойду её возьму обязательно. Потому что без неё нельзя идти. Обязательно надо взять папочку, чтобы она, если что, отдала её учительнице. Блин, знаете, что я только что сделала? Катастрофа. Я взяла, села вот на вот этот вот стул, а на нём пелёнка собачья сохнет. И мне теперь мокрая попа. Капец, ладно, всё, я выхожу. Боже, на улице такая холодильная, катастрофа какая-то. На английский, наверное, с Кирой поеду одену тёплую куртку. Да сколько ж можно. Я тут в ветровочке иду. И у меня зуб на зуб не попадает. Очень холодно. Папку взяла. Так что я... я молодец. Забрала я Кирочку. Показать фокус? Показывай. Раз, два. И у Кирушки там огромная бутылка сока берёзового. Сегодня она решила попить берёзовый сок. Он прозрачный. Кстати, папка не пригодилась. Кира сказала, что у неё не проверяли. И не сдавал никто, да? Сдавал. Ну, это не надо сдавать. Это просто карточка, которую надо сделать. А кто-то сдавал её, Татьяне Алексеевне? Просто проверяли, но не сдавали. А у тебя не проверили? Нет. А выборочно проверяли, да? Нет, проверяли полкласса. Полкласса до нас не дошли. Ага. Мы с ней вот так молились, чтобы нас не проверили. А она тоже забыла или как? Да. Она не забыла, но... Да, она забыла, но она не читала. А-а-а. Ну, видишь, как обидно было бы, если бы мы сделали всё. А-а-а. И забыли. Я, как увидела сегодня эту папку, прямо аж расстроилась ужасно сильно. Пошли прямо. Думаю, ну всё. Так вчера старались сделали и взять вот так вот забыть. Нам повезло. В общем, крупно-крупно повезло. Ну, что там в Шанти? Шанти? Ой, Шанти, это вообще не собака, а что-то с чем-то. Дома. Дома, да. Я, кстати, не рассказывала сегодня эту историю. Если хочешь, расскажи. Ну, ты расскажи. Хорошо. Подержи. Ой, подержи. Завожу сегодня Киру в школу. Шанти не идёт. Беру двух собак. Идёт дождь. Мишка идёт, а Шанти нет. И категорически отказывается. Я понимаю, что у нас времени нету её обратно заводить домой. Короче, я её оставляю возле дома и ухожу. Пошла, завела с Мишкой Киру. Прихожу обратно домой. Она возле парадного, а там уже три мальчика стоит. И смотрят на неё и ждут, где хозяйка собаки. Уже соседку вызвали. Типа, чья собака, потому что она возле парадного. Пошли дождь через дорогу. Я соседка говорит, а вон хозяйка идёт. И я с Мишкой как раз подхожу. Они мне, этот ваша собака? Я говорю, моя. Она, наверное, потерялась? Я говорю, да нет. Она просто дурная, говорю. Да не захотела на душ выходить. А он, говорю, у меня не было времени её обратно домой заводить. В общем, Шанти стояла, меня возле парадного ждала, пока я приду. На самом деле меня не было, но минут 10, наверное. Ну, пока я Киру завела, пока я вернулась. И она всё это время стояла возле дома. Мам, а какие мальчики? Вот это Дима и Коля? Нет, совершенно другие мальчики были, да. Вообще, помнишь, мы когда шли в школу, мимо нас мальчишки проходили? Да. Вот эти вот мальчишки и стояли. Понятно. Вот, стояли и ждали меня, пока я приду и заберу нашу Шанти. А она тут бегала, вот тут. Вышла, зашла, вышла, зашла из парадного. Проверяла, есть я уже или ещё нет у меня. В общем, это не собака, это у нас что-то с чем-то. Чудо. Чудо. Блин, пришли мы домой, а дома нет воды. Но уже третий день подряд нет воды, и я забыла купить сахара. Ну, как всегда. Видите, вот эту голову и есть вот два уха. Больше ничего нет, мозгов там просто нет. Я экстрасенс. Мама мне не говорила, что надо сахара купить. А я маме напомнила. Когда и мама уже была дома. Что у меня на голове, Кир? Ветер? Черт, и что? У меня ветер на голове. Мы сейчас сделаем уроки и едем на английский адзик. Сейчас посмотрю, что там у Кирочки есть интересного. Говорит, ничего не поставили. Сейчас проверим. Поставили что-то? Точно ничего? А ну, открой мой рюкзак. Посмотрим. Мама. Давай, давай, давай. Так. Открываем. Та-да-да-дам. И ничего. И ничего нету. Ну и ладно. И сказали... Ого-го, сколько у нас на завтра уроков. Ничего себе. И сказали выбрось ту ручку стирателю. Чего? Того, что она капиллярная. Типа нельзя писать капиллярной ручкой? Да. Но это не капиллярная. Не, ну она капиллярная, но... Это не капиллярная. Я вижу, что там есть шарик такой большой. У меня зрение хорошее. В капиллярной ручке тоже есть шарик. Так, и того, ручкой такой писать нельзя, да? Нет. Ну, что я могу сказать? А если... Вот это из-за цвета. Потому что цвет темный. Если мы купим светлее на базаре, то... Татьяна Алексеевна, а потом у нас шарик. Ну, давай тогда сегодня зайдем в канцелярию и посмотрим, может, там появились синие ручки. Да. Окей. И зайдем на базар. Ну, сегодня точно не зайдем, а в канцелярию зайдем. Можно зайдем. Всё. Давай тогда будем делать уроки. Обедать и ехать на английский. Ехать, кушать, кушать, кушать. Кушать? Хорошо. Я пошла готовить. Мы с Кирюхой приехали домой уже очень-очень поздно. На улице просто ночь. На самом деле, мы в этот раз ехали очень долго. Мы попали в одну пробку, потом во вторую пробку, потом в третью пробку. В общем, если мы на английский ездим в течение, там, получаса доезжаем, то сегодня мы ехали полтора часа. Уже девять часов вечера. А ещё у нас не сделаны уроки. Наверное, скорее всего, я буду звонить завтра с утра учительнице и говорить ей, что уже такая замученная, кошмар, говорить ей, что уроки мы не сделали. Ну, чтобы она как-то более снисходительно отнеслась к этому, что мы их сделаем обязательно, но не сегодня. Ну, то есть на выходных, когда у нас будет больше времени, обязательно всё сделаем. Ну, вот. В общем, такие-то дела. А Кира сейчас там... Ой, переодевается. Всё. Будем прощаться, потому что ещё... Ещё нужно вынести... Вынести. Ещё нужно вывести собак. Да, Кирюшка, скажи всем пока-пока. Пока-пока. Всё, ребят, до завтра. Пока-пока.